доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова мы на финансовых рынках и продолжаем следить и разбирать ключевые фундаментальные события оказывающие самое большое значительное влияние на те активы которыми мы спекулируем сразу предлагаю перейти к нефтянке там ситуация особо не меняется мы по-прежнему чуть ниже 60 долларов за баррель по бренду рынок в поиске триггера продавцы и собственно покупатель их силы пока что очевидно равны друзья и как я и раньше вам говорил пора боже принимать конкретное решение как вы будете действовать дальше верите ли вы в соглашение которое потенциально может быть достигнута между в сша и китаем считаете ли вы что это приведет к оздоровлению мировой финансовой системы снимет риска неопределенности и соответственно позволит снова набрать экономики хорошие аппетиты для потребления углеводородов и впоследствии подстегнуть его рост либо вы все-таки сторонники другого лагеря трейдеров которые вот например как я не особо то верит в это а соглашение но прежде чем опять же говорить уже конкретно как отсутствие его приведет и скажется на динамике финансовых активов нужно дождаться непосредственно каких-то новых подробностей которые могут кстати говоря быть уже сегодня потому что а точнее не сегодня до конца этой недели очередной раунд переговоров но не на высочайшем уровне скажем а на уровне заместителей между сша и китаем запланирован то ли на четверг то ли на пятницу дата нужно будет уточнить но на брифингах буду держать вас в курсе а второй момент который также является мощнейшим триггером для нефти это событие на ближнем востоке мы о нем говорили очень сейчас натянутые отношения между саудовской аравии и ираном которые вовлечены в конфликт который проявляется в столкновении в том числе вот в войне в йемене очень высока вероятность эскалации напряженности между этими странами после инцидента с иранским нефтяным танкером который произошел у берегово саудовской аравии в конце прошлой недели то есть если мы вернемся к эскалации напряженности это тут же потащить за собой риск и вероятности срыва поставок то есть традиционный ближневосточный фонд друзья который ранее всегда оказывал мощную поддержку котировкам нефти я как вы знаете сторонник наверное все таки фактор влияния на нет со стороны ближнего востока поэтому считаю что сейчас идет накопление а сил но это накопление в конце реализуется уже восходящая динамика вот такая моя позиция сегодня в 1730 выдают еще данные по запасам нефти сша я думаю что больше всего внимание нужно будет уделить на уровень нефтедобычи в штатах посмотрим как рынок переживет этот отчет итоги подведем уже завтра и примем решение для себя готов ли рынок трейдеры сейчас обращать внимание снова на статистические отчеты игнорируют этот глобальный новостной фон доллар иена 108 65 сейчас котировки напоминаю друзья что при малейших признаках наличие опять же того фона которые позволяют говорить о повышенном спросе на защиту мы этот фон используем так вот международный валютный фонд накануне пересмотрел а темпы роста мировой экономики до минимума со времен финансово-экономического кризиса 3 процента со 3 и 2 процента это до конца этого года я думаю дальше прогноз будет ухудшаться если мы будем рассматривать эти прогнозы в контексте отдельных стран начиная от еврозоны и заканчивая сша то прежде всего по этим экономикам мы также сможем легко убедиться что прогноз пересмотрен как до конца этого года так и до конца 2020 года то есть международный валютный фонд и все эти аналитики которые его представляют судя по всему не очень-то верит возможность позитивного исхода в отношениях а сша и китая и разрешение вот этого торгового конфликта сегодня друзья 15 30 данные по уроничным продажам штатах прогноз не очень соответственно в случае выхода слабых цифр мы снова посмотрим на то как изменится вероятность снижение процентной ставки думаю что она повысится этим самому долларом будет еще один повод снижаться евро против доллара 1 1028 европейская валюта зависла чуть выше планки 110 тоже трейдеры пытаются найти дополнительный повод но не для роста друзья для продаж по отчетам индекс настроения которые мы разбирали вчера минус 22 и 80 минус 22 и 5 тоже худшее значение за многие многие года оценка темпов экономического роста в связи с пересмотром бизнес оптимизм также поехала по германии частности до конца этого года ожидается в лучшем случае на целых пять десятых процентов при росте я думаю что будет хуже по другим отчетам экономическая ситуация то есть он оценивать не только бизнес оптимизм но и состояние экономической конъюнтуры тоже снижение и в целом по еврозоне бизнес оптимизм ниже плинтуса друзья прямом смысле сегодня в 12 00 данные по индексу потребительских цен еврозоны базовое значение находится на отметке один процент если мы видим значение хуже значит потенциально и более высокой вероятности действий со стороны cb дополнительных по стимулированию экономики фунт против доллара очередной ралли фунт ходит интенсивнее всех за вчерашний день еще плюс 150 пунктов и опять же друзья рынок живет слухами надеждами на то что англия сможет договориться с европейским союзом как только на рынке появились сообщения о том что стороны близки пожалуйста очередной виток обычного ралли но опять же без конкретики без подробностей вот на текущий момент на утро среды друзья перед саммитом европейского союза мы по-прежнему не знаем удастся ли странам преодолеть разногласия по бэкстоп детали нам не дали хотя ранее намекали на том что альтернатива есть и так далее ну очень такой сомнительный позитив хотя прекрасно понимаю вижу что фунт очень сильно вырос как бы не попасться вот в ловушку избыточных и ложных оптимистичных ожиданий я советую искать сделки для продажи например сел стопс уровне 127 30 лично я буду его использовать по отчетам вчера статистика в целом на уровень безработицы вырос заработные платы остались на прежней отметке карни намекнул на возможность снижения процентной ставки но как вы понимаете все это осталось рынком проигнорировано австралии с против доллара 0 67 32 снижается как мы говорили дальше будет 0 66 и 0 65 резервный банк австралии готовится к еще одному снижению процентной ставки для поддержания темпов экономического роста и создания условий для увеличения занятости новозеландец такая же картина долго мы о нем не говорили но в целом я давал посылок как торговать дальше это ориентир на отметку 0 60 полномерно мы двигаемся к этому уровню несколько часов назад вышли данные по инфляции которые разочаровали и тем самым резервный банк новой зеландии еще один кандидат на скорость снижение процентной ставки американский фондовый рынок коснулся snp 3000 сейчас корректируется я думаю что дальше вряд ли ему удастся пройти на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении к сша и китаю поэтому советую использовать этот уровень для торговли на отскок от этой планки и дальнейшее снижение и сегодня друзья также еще в центре внимания канадец в 1530 по московскому времени выйдут данные по инфляции 1 32 0 7 сейчас котировки я как и говорил в начале этой недели нам нужно дождаться как изменится настроение относительно смягчения монетарной политики в канаде если сегодня отчет разочарует то возможно уже завтра снова вернемся к длинным позициям по доллару канадцев на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания